35 тысяч тверичан и гостей города провели последние выходные лета и встретили начало осени на фестивале «Чего хочет Верь?». Вкусная еда, музыка и кино под открытым небом. Как это было, увидите в сюжете с места событий. 31 августа и 1 сентября Дверской городской сад был настоящим городом в городе. Перед входом туда надо было получить паспорт и начать свое путешествие. Фестиваль прошел в третий раз и принес многим отличное настроение. В горсаду царили улыбки, смех, солнце, радость и счастье. Организаторы события старались показать, что именно таким и может быть наш город. Добрым, душевным, искренним и ярким. Здесь читали лекции, работали творческие мастерские, выставка мастеров. Для самых маленьких гостей подготовили игры и анимацию. Здесь же работала площадка инициативной группы по защите животных, которая собрала десятки тверичан. На выставке и на квесте можно приобрести себе животное, только, конечно, в добрые руки обязательно. Телеканал Тверской проспект и Русская радио Тверь выступили информационными партнерами и приготовили для всех участников фестиваля сюрприз. В горсаду работала самая настоящая новостная студия. Здесь любой желающий смог почувствовать себя диктором и провести эфир, но с первого раза не всегда получалось. Здравствуйте, в эфире новости на Тверском проспекте. В студии ведущая Ступова Анна Александровна. Вот главная тема выпуска. 31 августа и 1 сентября в городском саду прошел фестиваль «Чего хочет кресть». Где наш телеканал? Я потеряла. Запись эфира проводилась на профессиональном оборудовании. Видеокамера, специальный свет и звук, конечно, главный помощник ведущего – телесуфлер. Там будет идти текст, можно пока что-то смотреть. В роли ведущего опробовали себя не только девушки, но и мужчины. Мне очень понравилось, но на самом деле это очень сложно. Это требует очень большой концентрации. И так надо собраться, научиться собирать себя. Все остались под впечатлением от посещения зоны Тверского проспекта. Мне понравилось. И, конечно, это можно осуществить и посмотреть изнутри, как это все работает. Спасибо. Сложно, потому что надо все выговаривать, читать, не запинаться. Всегда выглядеть хорошо, чтобы в камере хорошо смотреться. Мне понравилось. А вечером 31 августа прошел показ короткометражного кино Всемирного фестиваля уличного кино. Более 900 человек посмотрели работы молодых российских авторов при поддержке информационного партнера Радио Хит-ФМ. Гости фестиваля активно рассказывали о событиях в сетях и публиковали видео. В общем, фестиваль стал настоящим праздником начала осени. Редактор субтитров А.Семкин